Герои сегодняшнего торжества В зале присутствует очень важный для меня человек, мой учитель большой политики Владимир Вольфович Жириновский и Мария Деборкина. Уважаемый Владимир Вольфович, дорогие соратники, в ходе предвыборной борьбы я чувствовал ваше крепкое товарищеское плечо, вашу искреннюю поддержку. Это наша общая победа. Отдельная благодарность за организацию избирательного процесса членам избирательных комиссий, наблюдателям, коллективам органов местного самоуправления, сотрудникам правоохранительных органов. Ценю ваш труд. Большая честь для меня принимать на Владимирской земле полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева. Ваш визит – несомненный знак внимания Федерального Центра к нашему региону, заинтересованности в его судьбе. Хочу подчеркнуть, что очень рад видеть всех собравшихся здесь. Дорогие друзья, моя работа на губернаторском посту, так же как и на депутатском, была и будет посвящена служению людям. Главная цель для меня – благо жителей Владимирской области. Чувствую большую ответственность. Мой долг – сделать все для Владимирской земли, для ее процветания. В числе своих первоочередных задач я вижу выстраивание конструктивного диалога между всеми созидательными силами нашего региона. Любые планы воплодятся в жизнь, если в Владимирской области сформируется система эффективного взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом. Политическая стабильность будет заломом успешного социально-экономического развития региона. Обращаюсь к органам государственной власти, местному самоуправлению, в лице их руководителей, представителям всех партий и общественных организаций. Наши общие ориентиры заданы майскими указами президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Прошу вас стать единой командой для реализации курса, определенного главой нашего государства. Мы пойдем только вперед по пути новых возможностей. От нас с вами зависит, каким будет завтрашний день. Владимирская область и все ее жители достойны самого счастливого будущего. Спасибо за внимание, дорогие друзья. И еще раз сердечно благодарю всех моих единомышленников за поддержку и за эту победу. Спасибо. Добрый день. Сегодня радостный день, потому что это праздник. Новый губернатор вступил в должность. Это праздник и для ЛДПР. Поскольку наши выборы проходят на многопартийной основе. Мы не только достигли очень высоких стандартов демократии, но и доказали, показали, что граждане могут выбирать другого человека из числа тех, которые предложили. Это хороший признак, это показатель здоровья нашего политического существа. И впервые в преступлении в должность губернатора в зале присутствует очень много депутатов государственных. Они приезжают на различные мероприятия подобного рода. Но мы приехали почти в полном составе. Почти 40 депутатов государственной власти, как часть высшей государственной власти в нашей стране. И сегодня нам особенно приятно праздновать этот день с жителями Владимирской области. Поскольку мы можем сказать, что недалеко, в Смоленской области, и там все показатели улучшились, заберем губернаторство нашего представителя Алексея Владимировича Струбска. Это уже никуда не денешься. Уже нельзя сказать, что где-то там, ну случайно, ну один месяц. Все показатели, всех предыдущих губернаторов. Это нам нравится. А самое главное, мы хотим, чтобы нравилось жителям. В том числе и здесь, в Владимирской области. Мы хотим, чтобы здесь все развивалось в соответствии с естественными потребностями, с упором на законодательство. Чтобы не ущемлялись права ни губернатора, ни законодательного собрания. Чтобы светлался баланс власти, как это определил Конституционный суд России. Только его определение должно быть руководством к действиям. И не должно быть, ну, каких-то, может быть, настроений, кто пришел, зачем пришел. Это новый губернатор, это новые министры, это новые президенты. И так происходит во всем мире. И так будет всегда. Ибо, кроме демократии, ну, цифра придет демократия, я уверен, лет через 20. Дома будем выбирать. И не будет проблем, 20 часов результатам будет известен. Поэтому пожелаем Владимиру Владимировичу себя и, ну, значительных успехов в его деятельности. А мы, фракции ЛДП, и я лично, мы будем это гарантировать. И я уверен, что все, что положено в Владимирской области, она должна получить. И не с опозданием, а вовремя, чтобы все процессы финансовые, экономические, социальные проходили бы в интересах всех граждан. И здесь работа губернатора не имеет партийных предпочтений. Мы никогда не вмешиваемся в дела области, где наш губернатор Псковская, Смоленская и ряд других регионов. Поэтому только на выборах у нас есть у всех партийные знамена, чтобы люди могли как-то ориентироваться. Нельзя же выбирать из индивидуумов. Я вынужден сказать об этом, что это и успех личный Владимир Владимирович Сипягина, уроженца вашей области. Вам не прислали варяга или человека, который впервые приехал и узнал, что есть такой город Владимир. А это в чем-то и вклад ЛДП, от имени которого шел на выбор, ибо избиратели учитывают ту команду, от имени которой идет человек. И 30 лет, это уже хорошество. Мы никогда не допускали никакого экстремизма, радикализма, не совершали никаких действий, чтобы это навредило. Поэтому пожелаем Владимиру Владимировичу этот праздничный день сегодня, пусть закончится так, как это праздник, как день рождения, как получение высочайших наград. Это самый высокий такой пост, на который может рассчитывать гражданин, что вышли только уже глава государства. Министры в чем-то тоже ниже, от ослевого направления. Я уверен, что нахождение Владимира Владимировича на этом посту обеспечит развитие Владимирской области. Мы все ее любим, не только потому, что она рядом с нами, но и потому, что это была когда-то вторая столица нашей родины после Киева. Действительно, замечательные люди. Мы ее объехали всю, я могу перечислить все районные центры Владимирской области, могут даже лучше, чем в Московской области. Поэтому она нам близка, мы ее все любим, она как родная. И я уверен, что за те годы, которые предстоит поработать Владимир Владимировичу Сипягину, все жители Владимирской области будут довольны и никогда не пожалеют о своем выборе в сентябре 2018 года. Добрый путь, Владимир Владимирович!